Добрый вечер, дорогие телезрители! И гости, и жители нашей республики, поэтому давайте сегодня поговорим именно об этом. Да, конечно же, все ждут в марте этот традиционный турнир, и у нас сегодня в гостях очень важные люди, очень наши долгожданные, скажем, гости. Наталья Алексеевна Ерыгина рядом со мной, наверняка многие любители вольной борьбы узнали, это первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России и президент фонда Ивана Ерыгина, супруга Ивана Сергеевича Ерыгина. Ну и Алексей Алексеевич Филиппов, конечно же, тоже наверняка все узнали, директор училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, народный избранник, депутат Илтумы. Ну и перед тем, как... Добрый вечер, здравствуйте. Перед тем, как перейти непосредственно к беседе, у нас наши корреспонденты подготовили сюжет, и давайте посмотрим, что же такое турнир. Международный турнир по вольной борьбе память олимпийского чемпиона Романа Дмитриева – это единственный международный турнир для юниоров в России и одно из самых зрелищных и любимых болельщиками соревнований в Якутии. Пятый международный турнир соберет под сводами Центра спортивной подготовки «Триумф» около 200 борцов из 14 стран мира. Кроме воспитанников якутской школы вольной борьбы в соревнованиях примут участие спортсмены из Ирана, Монголии, Молдовы, Белоруссии, Казахстана, Армении, Украины, Израиля, Греции и Таджикистана. Зрители также смогут увидеть борьбу лидеров юношеской сборной России, возглавляемую старшим тренером Петром Емшановым. В их рядах чистятся победители первенств России, Европы и призеры международных турниров. Самой многочисленной командой, конечно же, выступит сборная республики Саха-Якутия. 57 самых талантливых спортсменов будут стараться показать на домашнем ковре все, на что они способны. Лидерами якутской команды станут победители первенства мира среди юношей братья-близнецы Алексей и Петр Копыловы, призер первенства мира среди юношей Петр Константинов, а также призеры прошлогоднего юниорского первенства России Риволи Самсонов и Максим Заморщиков. Кстати сказать, показателем высокого уровня конкуренции на домашнем турнире является то, что в прошлом году наша команда не смогла завоевать ни одной золотой медали. В Копилке Якутской сборной были три серебряные и шесть бронзовых наград. Будем надеяться, что нынешний турнир станет более успешным для наших ребят и что он снова зажжет имена восходящих звезд мирового ковра. Да, действительно, я соглашусь с нашим корреспондентом Власом Сергеевым. Этот турнир действительно каждый год зажигает новые имена и новые звезды на небосклоне больной борьбы. Наверное, согласитесь со мной? Да, и, конечно же, Наталья Алексеевна, очень рада вас здесь видеть. И каждый год мы практически ездим тоже на турнир Ивана Ярыгина в Красноярске. И здесь мы тоже очень приятно вас здесь действительно. Да, скажите, пожалуйста, вы, насколько я слышал, вы только сегодня утром прилетели в Якутск. Сегодня утром приехали, да. Вот такая насыщенная программа. Насыщенная программа. И мне жалко каждую минуту даже на сон, на отдых, потому что очень хочется много посмотреть, со многими повидаться. К сожалению, только первый раз на Романа турнир приехала. Столько лет собиралась, и теперь, я уже думаю, все, дорога протоптана тропиночкой. И будем каждый год приезжать. И будем, я думаю, объединяться вместе, помогать друг другу. Потому что, когда детские турниры, юношеские, они так нужны большому, очень нужны. Ну и тогда вопрос к Алексею Алексеевичу. Расскажите, чем же будет знаменателен этот турнир? Чего мы ждем от наших спортсменов и вообще от турнира в целом? Ну, если взять историю, первый турнир, он проходил всероссийского ранга, и мы его проводили в городе Мирном. Потом второй турнир тоже всероссийского ранга. И вот с третьего раза этот турнир приобрел статус международного с помощью Федерации спортивной борьбы России. И пошел в календарь, ну тогда еще называлось ФИЛА, а сейчас уже объединенный мир борьбы, и этот турнир уже пятый. И, ну, на данный турнир у нас приехали очень сильные команды. Если вот на тех турнирах у нас, например, сборные команды стран практически, ну, первых номеров мы не видели, то на этот турнир уже приехала сборная команда Ирана, первые номера, сборная команда Казахстана, тоже первые номера, сборная команда Монголии, тоже первые номера, сборная команда Украины, тоже первые номера. Все лидеры, да? Все лидеры, да. Сборная команда Молдавии, тоже первые номера. У нас в составе вот участников есть победители и призеры первенства мира, первенства Европы, первенства Азии, вот сборная команда Монголии, тоже первые номера, поэтому... Ну и сборная команда России, тоже первые номера, поэтому я считаю, что состав очень сильный. Ну, надеемся, что наши парни тоже не подкачают, должны тоже достойно отбороться и ловят медали. Просто, да, предвкушаю действительно зрелищную борьбу. Каждый год действительно это очень красивая борьба, это юношеский турнир. И там всегда очень много эмоций, да, и всегда очень яркие схватки, каждая схватка. И тем более, если прилетели все лидеры из ведущих стран, я думаю, что это замечательно. И, Наталья Алексеевна, насколько я знаю, вы в федерации тоже курируете именно действительно юношескую борьбу. Уделяете большое внимание именно детскому спорту. Да, да, и именно вот мой фонд, фонд Ивана Ирыгина, мы для этого его как бы открывали, этот фонд, чтобы поддерживать все-таки детский и юношеский спорт. Конечно, для меня турнир номер один – это краснайский турнир, мы его готовимся и ждем целый год, но хотелось бы больше таких юношеских детских турниров. Да, а вы впервые на турнире Романа Михайловича, но в Якутии второй раз. И мне казалось, я была недавно, в 2011 году, оказывается, еще и раньше давно была, так быстро пролетело время. И, вы знаете, я прям сегодня с таким восхищением езжу по городу, и я ничего не узнаю, потому что город изменился просто, ну, красивейший город, красивейший. Столько построено, столько всего. Я прям в восхищении. Ну и завтра, послезавтра, я думаю, вы будете не менее восхищены тем, какова организация этого турнира у нас, потому что это прям яркое событие именно в спортивной жизни нашей республики. Очень много телезрителей, возможно, сейчас уже, да, жаждут уже посмотреть это все воочию. И, дорогие телезрители, присоединяйтесь к нам, мы работаем в прямом эфире. Если вы желаете задать вопросы нашим гостям, звоните к нам по номеру телефона 423897. Мы ждем ваши звонки, присоединяйтесь к нам. Да, скажите, пожалуйста, какие еще планы, да, вы сказали, на три дня, то есть на все дни соревнований? Ну, в основном, конечно, на соревнования посмотреть, ну и хотелось бы и музей. Вот мы сегодня посетили школу имени Романа Дмитриева. Вы знаете, ну это вообще сказка. Какой музей замечательный. Как все, я думал, она построена прям буквально полгода назад. Она такая новенькая вся, красивая, ухоженная. Это же для детей, я думаю, такое удовольствие заниматься, учиться вот в таких условиях. Да, скажите, пожалуйста, вас ведь связывает с Якутией уже давняя дружба, скажем, да. Ваши семьи дружили и Ярыгин, и Дмитрий, вы давно знакомы. Друзья были Иван Ярыгин и наш Роман Михайлович, да, и вместе выступали на Олимпийских играх, в сборной команде всегда были вместе тоже. Возможно, может, вспомните, да, вот эти моменты, когда вы познакомились, какой год это был и каково было первое впечатление, допустим, о Романе? Я же как замуж вышла, так сразу и познакомилась с Романом Михайловичем, потому что, ну, когда мы жили в Красноярске, пореже общались, а когда вот мы уже переехали в Москву, я не знаю, для нас Роман был как член семьи, это больше, чем друг, это такой человек. Иван его просто обожал, я не знаю, они могли часами там говорить. Много можно вспоминать случаев разных, и обои они клеили у нас дома, ремонт мы делали перед играми доброй воли, и много даже, знаете, вот я никогда не забуду такой трагический случай, когда погиб у Романа Михайловича брат, да, утонул. И Роман переехал, как раз только получил новую там квартиру. Иван говорит, надо его найти. Ну, представьте, что такое в Москве, не зная адреса абсолютно. Знали район? Мы сели в машину, я не знаю, каким образом, Иван говорит, у меня такая с ним связь, вот я его найду. Знали только район текстильщики. Это огромный район, там этих улиц текстильщиков всяких, и он его нашел. Мы где-то вот, ну, два часа покатались, наверное, по Москве, вот он приехал, такой вот. Такая вот была связь какая-то даже, я не могу это объяснить. Я сначала, ну, это ненормально, как можно ехать по Москве, искать человека, которого ты не знаешь адрес. Анталия Алексеевна, а вы попали в мир вольной борьбы, вот именно, когда познакомились с супругом, или все-таки увлекались этим? Ну, мне нравилась борьба еще до того, как познакомилась, наверное, и познакомилась, потому что мне нравилась борьба. Так получилось. Судьба, видимо. Да. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, да, вот про нашу команду можно чуть-чуть поговорить, да? Вот сказать, что 57 участников, это очень расширенный состав, конечно, но все наши ребята выступят, да, которые сейчас учатся в училище, в других учебных заведениях. Скажите, пожалуйста, да, про наших лидеров. Сборная команда, она уже готовится давно. Ну, лидеры нашей сборной на всех на устах, они все знают, братья Копыловы, Петр Константинов, Заморщиков, Самсонов и так далее. Ну, я считаю, что дома и стены должны помогать, ну, и чем сильнее состав, тем, думаю, что ребята настроятся. Ну, и они сейчас, я считаю, что на том уровне, когда можно побороться и с лидерами. Ну, показать результат. Да, показать результат. Если бы мы хотели бы, чтобы наши ребята выигрывали, мы бы могли пригласить там страны, где борьба не так, а мы специально вот пригласили те страны, где борьба очень сильно развита, это Иран, Монголия, там Казахстан и так далее, поэтому специально, чтобы проверить наших ребят, вот на ковре дома, как бы, чтобы люди и родственники все смотрели, видели, болели. Ну, и всех приглашаем завтра, послезавтра, спорткомплекс «Триум», чтобы поболеть за наших ребят. Да, действительно, очень интересный каждый год этот турнир. И необходимо, наверное, отметить все-таки, что на прошлом турнире, к сожалению, у нас не было золота. И я думаю, этот турнир вдвойне будет, знаете, такое напряжение, потому что мы ждем это золото, и ребята, я думаю, сами уже готовы к этому. И ведь все-таки мы, надеюсь, мы еще встретимся в этой судьбе и обсудим обязательно вот золотые достижения наших спортсменов. Да, Игорь. Ну да, в прошлом году у нас два финала все-таки было и шесть бронзовых медалей. В этом году какие цели поставлены перед командой? Ну, так, конечно, сложно сказать, что... Ну, мы рассчитываем, конечно, в легких весах. Мы рассчитываем на... На призовые места, да? Да, на призовые места, на золото мы рассчитываем на 60 килограмм. Поэтому здесь, ну, ребята достойные есть. Ну, как говорится, ковер, он ровный, и ковер покажет, кто на что достойный. Все покажет, да? Да. Ну, и на этом нам необходимо перейти на небольшую короткую рекламную паузу. Пожалуйста, не переключайтесь, не забывайте о том, что мы работаем в прямом эфире. Ждем ваших звонков по номеру телефона 423897. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Все самое интересное чуть позже. Да, и не забудьте завтра обязательно посетить центр спортивной подготовки «Триумф». В 10 утра уже начинается утренняя программа. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте еще раз. Это передача «Спортклуб». Вы всегда можете позвать нам в студии и задать вопросы нашим гостям. Это номер телефона 423897. И сегодня у нас в гостях именитые люди. Это вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Алексеевна Ярыгина и Алексей Алексеевич Филиппов, директор училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. И мы говорим сегодня о предстоящем завтра турнире, международном турнире по вольной борьбе среди юниоров в памяти первого олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. И вот такой вопрос назрел. В России это единственный действительно международный турнир в этой возрастной категории среди юниоров. Почему вот такая действительно интересная ситуация в России? Потому что во многих регионах у нас очень популярна борьба, да? Почему именно здесь у нас в Якутии впервые появился такой международный турнир? И как обстоят дела в других, наверное, борцовских странах тоже, в Казахстане, не знаю, в Турции, в других странах? Есть ли еще в мире, в общем, аналоги нашего турнира? Нет, турниры есть, я думаю, аналоги есть. Сейчас, конечно, ну, как всегда проблемы. Особенно на детский спорт, на юношеский. Никто же не хочет уделять много внимания. И самое главное – финансирование. А вот здесь молодцы, конечно, проводится такой турнир. И на весь мир прогремели дети Азии. Замечательная идея. И это же не просто так. А сейчас вот федерация, очень хотим мы развивать это, такая пошла тенденция, борьба в школах. Первый урок вот в Красноярске уже во многих регионах постелили ковры маленькие, хотя бы залы для начала. И уже так это все пошло. И в этом году уже будут соревнования школьная лига, международные причем. И я думаю, что, может быть, это тоже как-то подхлестнет. Потому что это же наша работа. Мы должны привлечь детей, показать им красоту этого спорта, чтобы они пришли. Я помню, как-то один тренер по греко-римской борьбе расходу еще в те времена давние. И он говорил, я брал аккордеон двух мальчиков, и мы ходили по школам. Я играл на аккордеоне, и они показывали какие-то приемы. Вот так завлекали. Но сейчас уже совсем другие технологии. И просто если детям показать, рассказать, я думаю, все с удовольствием пойдут в спортзал. Ну, а Наталья Викторовна, ваше личное мнение, вы считаете, что все-таки вольную борьбу нужно активно пропагандировать среди ребят школьного возраста, среди, возможно, начальной школы? И вообще, все равно есть такой стереотип, что все-таки вольная борьба – это не для малышей, не для маленьких ребятишек. Туда нужно идти уже в таком более взрослом возрасте, когда ты все уже понимаешь и умеешь совладать со своими чувствами, эмоциями, телом. Вот лично ваше мнение. Не, ну, на самом деле, вот эта программа «Борьба в школах», мы же там набираем детей с первого класса, но они не занимаются борьбой. Это просто общая физическая подготовка, и нет такой цели, чтобы все они прям стали борцами. Хотелось бы, чтобы они просто полюбили спорт, и неважно, в какой вид спорт, там, может, они в лыжи пойдут, лыжами заниматься, там, либо хоккеем. А просто приучить детей заниматься спортом. Вот такая задача, здоровый образ жизни, мы же об этом говорим. Но мало делаем. Алексей Алексеевич, скажите, по вашему мнению, в чем секрет вот именно якутской школы борьбы? Ну, помимо таких, конечно, ярых примеров, да, как Роман Михайлович, вот что, по вашему мнению, еще вот в чем именно, может быть, как говорят сейчас дети, фишка вот именно якутской школы борьбы? Ну, борьба же у нас, у якутов, как говорится, в крови. И вот почему-то вот мы, когда мальчишками были, да, шли именно вот в спортзал, где вела секция борьбы. Даже вот зимой, когда секция проводилась, когда нам было еще нельзя, мы стояли в очереди там, в окошко смотрели, как там тренируются и так далее. И запах вот этого матов, пота и так далее, он даже вот как-то остался в памяти. И вот даже вот зал борьбы, вот наш зал борьбы сейчас, вот когда заходишь, вот этот запах, он как тогда был, и сейчас он так же есть. Да, и у нас, по-моему, вот наша природа, климат и так далее, вот охота, это все связано вот с борьбой, со смекалостью, там, и хапсагаями и так далее. Поэтому то, что мы занимаемся и успешно занимаемся борьбой, оно у нас далеко, вот глубоко сидит наших генов в крови. Да, Алексей Алексеевич, вот такой вопрос, да, очень много работы сейчас проводится по выковечиванию памяти наших олимпийцев, нашего Романа Михайловича Дмитриева. Скажите, пожалуйста, вот сейчас какая работа ведется, насколько я знаю, уже выбрали место, где должен стоять памятник Роману Михайловичу про это. Ну, народ, наверное, знает, что был подписан указ главы республики Егорова Афнаща Борисова о выковечивании памяти Романа Михайловича Дмитриева, да, и, ну, практически все пункты по этому указу выполняются. Вот недавно было совещание у главы города Якутска Николая Вайсен Сергеевича, значит, по строительству памятника, место выбрано, эскиз, макет, там, смертная документация тоже, они уже утверждены. И вот глава города Якутска вот на том совещании, значит, поставил как бы точку, что памятник все-таки же будет построен, ну, где-то ориентировочно в сентябре месяце это будет, он сказал, да, хотя деньги на памятник были предусмотрены частично, и он сказал, что за счет там экономии, каких-то средств памятник будет построен. А так бы я хотел сказать вот по мероприятиям выковечивания памяти, вот, например, фонд, вот, который возглавляет Наталья Алексеевна Яригина, да, вот, заниматься этими мероприятиями, это проведение международного турнира, проведение различных турниров среди детей и так далее. Вот мы по аналогии вот этого же фонда должны у себя тоже проводить всяческие мероприятия. Я хочу сказать, что вот супруга Романа Михайловича Антонина Сафроновна Дмитриева, она тоже сейчас находится в городе Якутске, а так она живет в городе Москве, она специально приехала, и она проводит тоже очень много мероприятий, очень много усилий, силы, она тоже вкладывает вот эти все дела, хотя она сейчас как бы, ну, не имеет такой большой возможности, но тем не менее она пишет письма, там, разговаривает со всеми, со спонсорами и так далее. Вот, и к этому турниру она собрала очень много тоже призов, денег и так далее, поэтому я хочу вот в пользу случая поблагодарить Антонину Сафроновну, близких, родных, друзей Романа Михайловича, тех, кто не забывает, хотя бы вот небольшое внимание вот к турниру, там, к мероприятиям, это очень много дает как бы оптимизма, силы вот для нас, для организаторов. Ну, и кроме памятника, это вот турнир, конкурсы мы проводим всякие, да, конференции, дмитриевские чтения, значит, у нас стипендии есть Романа Михайловича и Дмитриева, которые мы ежегодно вручаем, музей вот недавно открыли Романа Михайловича, ну, очень много мероприятий проводится. Да, действительно. Вот вы сказали, что действительно проведение такого турнира, да, такого масштаба, это очень много работы требует, да, усилий. Наталья Алексеевна, вы это знаете не понаслышке, вы такой огромный тоже большой масштабный турнир каждый год проводите, скажите, пожалуйста, да, вот действительно, насколько это сложно все? Это сложная, колоссальная работа. Даже вот пригласить времена в трудные, ну, это мы их слышим все время, они трудные, но вот в основном все как-то на личных отношениях. Я сегодня уже говорила, вот приехали много стран, я думаю, это уважение Романа Михайловича. Представляете, вот из Ирана так далеко полететь, все-таки это, ну, не каждый, наверное, сможет поехать. И ближний свет, да? Да, люди едут сюда, и я думаю, я знаю, что Тони вот этим, Антонина Сафроновна, я ее, извините, Тони называю, очень много на эту тему работает, она постоянно на связи с федерацией, звонит, советуется, как лучше сделать, молодец. Работа тяжелая, и она самая незаметная, вот эта подготовка к турниру. В первую очередь, как еще Иван мой говорил, что такое провести турнир. Сначала надо найти денег, а потом надо найти людей, кому их раздать. Участников, да, и призовой фонд тоже, да, да, действительно. Да, Алексеевна, а вот скажите, пожалуйста, вы в Красноярске, вас очень многие знают, очень многие любят, и вот насколько там, да, популярен вот именно борьба, и вы, ну, непосредственно, конечно, по турниру Ирыгина, это вы все знаете, но вот немножечко расскажите о том, как там проходят вот эти соревнования, насколько они масштабные и зрелищные, ну, в любом случае они зрелищные, но вот расскажите немножечко. Нет, на самом деле, в Красноярске любят борьбу и знают так же, как и в Якутии, потому что вот уже провели мы 28-й турнир, и мне все время, я каждый год переживаю, придут ли зрители, потому что все равно, турнир, турнир, но хочется, чтобы были зрители, болельщики, это же все-таки для них тоже делается этот турнир. И с каждым годом не уменьшается количество зрителей, а только прибавляется, я помню, первые турниры еще, когда пытались даже, там, какие-то концерты, чтобы удержать зрителей, и всякие там викторины, и все. Давно уже этого нет, и все с удовольствием смотрят, и любят борьбу, а, и всегда, ну, это вот традиция, был Роман Михайлович здесь, его все любили. Шли смотреть, как он борется, когда еще они там молодые были, Александр Иванов, Павел Пенигин. А потом уже эта традиция зарождается, появляются новые имена, новые чемпионы, и, конечно, хотелось бы, чтобы появились еще новые чемпионы, потому что такая богатейшая школа, традиция якутской борьбы, я говорю, хотелось, чтобы она заиграла, как раньше выставляли сборная команда, вот они, три человека лучшие, которых я вот сейчас назвала, и вполне, и хотелось бы еще мне пригласить девочек заниматься борьбой. Сейчас это очень популярно. Я думаю, женская борьба в Якутии, сам Бог велел. Тем более, вот мы сейчас говорили про борьбу в школах, как детей... Он же самый бюджетный, вообще малозатратный вид спорта. Абсолютно никаких не надо, я не знаю, там, маты постелили, застелили, пожалуйста, тренируйся, форма, и, по-моему, у нас одна осталась такая федерация, где все бесплатно, нет у нас платных секций по борьбе в России. Да. То есть отсюда мы можем пропагандировать всех, да, приходите, занимайтесь, это доступно, это полезно для здоровья. Лучшее ОФП – это борьба, конечно, это борьба. А после борьбы уже можно куда хочешь идти, если здесь не получится. Это такой фундамент, да, для занятий спортом, любого вида спорта, да. Алексей Алексеевич, а на Ваше мнение, вот какие качества больная борьба развивает, вот, ну, подростки, давайте так поговорим. Да, борьба – это, прежде всего, преодоление, преодоление трудностей, преодоление, ну, каких-то слабых сторон, вот, себя и так далее, да. Да, и вот, ну, раньше, может быть, бытовали какие-то вот стереотипы, что борьба – это там спорт, ну, не таких уж умных, а сейчас, вот, сколько у нас профессоров, руководителей, политиков. Да. Дорогие телезрители, надеюсь, вы все поняли, что завтра нас ждет замечательный турнир. Приходите все завтра в 10 утра в Центр спортивной подготовки «Триумф». Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир в передаче «Спорткуб». Итак, у нас еще одно интересное спортивное мероприятие, которое прошло 16-19 февраля в городе Харбин. Там состоялся международный турнир по хоккею для наших маленьких юных хоккеистов. И наша сборная заняла почетное третье место. И давайте мы сегодня обсудим это прямо в нашей студии, каково это было, как они приняли участие, кто у нас ездил. Итак, встречаем, Ярослав Богданович Васильев – это тренер команды «Полярные волки», Кирилл Радишевский и Артем Иванов – непосредственные нападающие команды «Полярные волки». Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, конечно, к Ярославу Богдановичу. Расскажите, как мы все-таки собрали нашу сборную, как мы поехали, в каком составе и довольны ли вы своими результатами? Ну, вообще, это уже четвертый год у них идет, собирание команды, можно так сказать. Поехали лучшие. И, то есть, турнир был вообще по 2008 году. Наши ребята 2009 года, для них это первый турнир, тем более такой крупный и сразу в другую страну. Для меня в первый раз это было, по-моему, в 12 лет, когда я вообще в другую страну поехал. Поэтому для них это очень большой опыт, да, и как и в жизненной, и спортивной. Тем более, турнир был из девяти команд, три страны участников – Китай, Корея и Россия. Заняли третье место, я считаю, это достойный результат, так как команды были все старшие. Вот, и тем более, это был первый их официальный турнир. Международный турнир. Международный турнир, да. А, кстати, ребятам всего-то 7-8 лет, да? 7-8 лет. 7 лет, вот, и Кириллу, и Артему, да. Кирилл в первом классе, Артем во втором классе. Я говорю, у нас это первый турнир, да, а такие команды, как, допустим, в Москве, там, по Волжье, да, у них уже, это, допустим, там, по 5-10 турниров, да, и крупных, и поэтому у нас просто не хватает, не то, что там, выездов, у нас льда не хватает даже, ну, на тренировках. Поэтому, говорю, это, ну, достойный результат для них. Ну, и непосредственно так к мальчикам нашим, ребята, ну, рассказывайте, как вы съездили, понравилось вам в Китае? Да, там было очень красиво, понравилось открытие, и там очень вкусно кормили, и... Народа много было? Да, там было очень много народу, и... А что еще? Как вас встречали? Нас? Ну, где-то толпа была... Толпа была? Да. Очень много зрителей, да? Очень много, да. Да, на первой игре у нас, и на открытии было порядка двух тысяч зрителей, да, это очень большое давление не только для детей, да, но и для взрослых. Поэтому, наверное, большое, но часть для них испытать такое. Да. Скажи, пожалуйста, Ярослав, вот у нас нет такой ассоциации с Китаем, да, скорее, как с хоккейными странами, да, но сейчас это уже меняется, как мне кажется, да, очень бурное развитие в Азии, и действительно имеет вот этот наш вид спорта, да, да, российский, наверное, да. Да, вы правильно, да, подметили, сейчас в Китае очень сильно поднимаются зимние виды спорта, в частности, это хоккей, фигурное катание, шорт-трек. В одном Пекине только сейчас уже 100 катков. За два года они должны построить 300 катков только в Пекине. До 2022 года указанием... До Олимпийских игр. Да, до Олимпийских игр указание президента поставить 300 тысяч человек на коньки, то есть у них очень большая популяризация идет, и то есть вот этот турнир, да, он не дается врать, то есть дети, на детском турнире приходят 2000 зрителей, да, приезжают разные страны, то есть и это только начало. Ну, мы прекрасно знаем, что в КХЛ, в нашей континентальной хоккейной лиге есть клуб из Китая, Кунь Лунь Рид Стар, да? Я говорю, и там не удивимся, да, там, если через 10 лет у них, то есть на мировой уровень выйдет хоккей, то есть, да, сейчас там у них мало именно их китайцев, да, играет. Своих хоккей. Да, большой хоккей, но я говорю, через 10 лет они ставят задачи, они выполняют их, то есть, и у них это получится. Артем, Кирилл, ну, раз уж мы заговорили про именитых спортсменов в хоккее, кто является вашим кумиром? Артем? У меня Евгений Малкин играет в Питтсбурге и в сборной России. А у Кирилла? У меня Синий Кросби играет в Питтсбурге и сборной Канаде. Они еще, видишь, всем интересуются, они просто играют, да, в хоккей, а прям фанаты своего дела. Мальчики, а сложно заниматься хоккеем? Нет. Не тяжело? Не так, не тяжело. А что тяжелее, учиться или хоккеем заниматься? Учиться. Учиться. А сколько лет уже занимаетесь, ребята, всего по 7 лет, да? 4. 4 года? А со скольки лет тогда они набрали? С 4 лет их набрали. Я? И вы с ними вместе уже, вот, самых... Ну, поначалу идет, как бы, массовость, опять же, набираем всех, да? И, ну, и по степени кто-то сам отсеивается, кто-то потом... У нас такого-то нету прямо отсео, потому что у нас нету просто такого количества детей, чтобы было из кого выбирать. В основном делаем из того, что есть. Как бы лепим то, что... Да, Ярослав Богданович, ну, тогда вопрос, ну, вот как с такими малышами, вот, вообще справиться-то? Вот, это же достаточно серьезный вид спорта и дисциплина, там, по-моему, одно из самых главных... Вот это самое главное, это не пропустить тот момент именно дисциплины. То есть, сначала дисциплина, а потом уже все остальное. Если не будет дисциплины, не с чем будет работать. Но самое главное, это их желание. Если у них есть желание, потом от этого уже можно строить дальше и дисциплину. Ну, вот они всегда такие смирные? Ну, практически, да. Нет, конечно, нет. Есть моменты, когда им даешь волю, да, это же спорт. То есть, где нужно, они должны себя вести полагающе. Где можно расслабиться, можно подурачиться. Конечно, не без моментов, где там и по глупости могут, да, там, и шишку получить. И там что-нибудь... То есть, у нас в городе, возможно, за ним отдать ребенка в хоккей уже с 3-4 лет, да? С 3-4 лет, да. Если, допустим, ну, январский, да, там, ребенок, он же все равно развитие у всех разное. Допустим, если январский, да, там, 4 года, или декабрьский 4 года, то есть, это целый год разница. Поэтому и в 3,5 дают, и в 3 приводят. Но от ребенка зависит. Если ему интересно, он слушает, конечно, можно и пораньше попробовать. Поэтому, ну, приводят, спрашивают, мы говорим, давайте посмотрим. Посмотрели день-два, если интересно, да, можно с ним работать. То есть, да, оставляют. Если нет, то приводите через год. Ну, а каково это совмещать учебу с постоянными тренировками? Потому что я знаю, что тренировки у детей практически, наверное, как и у взрослых, там и утренние, и дневные, у вас и вечерние. Да, есть и сухие. И сухие есть, и лед. Но мы стараемся так построить тренировки, чтобы это не в школьное время было. То есть, ну, мы заранее знаем то, что кто либо в первую смену учится, либо во вторую смену учится. Ну, и также стараемся интересоваться, кто на какие оценки успевает или отстает. Родители иногда зачастую подходят, спрашивают, отстает ли ребенок. Вернее, если он отстает, но чтобы мы поговорили или какое-то давление на него сделали. Потому что для него, как они говорят, хоккей на первом месте. Но они все равно, они пока еще немножечко, наверное, еще в душе все равно дети. И поэтому для них это больше, наверное, как игровой момент. Это эмоции, позитив. Они же, дети любят эмоции, как и все остальные. А игра это победа, азарт, эмоции. Ребята, а кем вы мечтаете стать, Кирилл? Кем мечтаешь стать? Овечкиным. Овечкиным? Что есть спортсменом, да? А Артем кем мечтает стать? Я мечтаю стать Евгением Малкиным. Ну, то есть хоккеистом, да. Все в спорте. Ну, Ярослав Богданович, а вот ближайшие ваши планы? Я знаю, что у вас такой уже достаточно насыщенный график. Куда поедут вот эти ребятишки в ближайшее время? Ну, вот у нас сейчас ближайший турнир здесь, в Якутске будет, это республика. Опять же, по старшим ребятам, да, 2008 года, но мы тоже будем принимать участие. Это будет подготовка к предстоящему турниру в городе Москва, да, с 6 по 9 апреля. Там примет 8 команд участников, такие города, как Нижний Новгород, Химик, Воскресенск, Подмосковье будет, Рыбинск будет и Москва, и мы. Получается, 8 команд, 7 игр. У вас тоже достаточно такие планы. А скажите, вот по вашему мнению, вот съездили вы на международный турнир, в чем все-таки, может быть, недоработки или... Ну, в первую очередь... Почему у нас не первое и не второе место? В первую очередь, конечно, разница в годе, да, сыграла, но также немаловероятно то, что не хватает практики, уверенности не хватает именно в играх. Мы очень, говорю, мало у нас. Это первый турнир. То есть соревновательного опыта не хватает? Да, не хватает. Вот, допустим, та же команда Сахалина, да, первое место, которое заняли. Хоть они и старше, у них каждый месяц выезды. И эти выезды у них оплачиваются. Пусть не все, но вот уже, да, допустим, за апрель и за... Ой, за февраль и в конце апреля у них выезд в Сочи, он уже оплачен. То есть у нас все финансирование именно за счет родителей. Поэтому просто мы не можем ездить каждый месяц в разные города. И к нам очень тяжело и дорого доехать. То есть, а вообще техническая база у наших ребят, ну, серьезная, да? Техническая база, да, серьезная. Но, опять же, говорю, мы делаем именно из того, что есть. У нас мало конкуренции. Если, допустим, игрок выпадает, его тяжело заменить за счет того, что некем заменить просто. А если вот говорить про чемпионат Республики, да, вот Перец Республики, скажем так, какие команды еще есть, да, помимо наших полярных волков, да, знаменитых уже, можно сказать, в Мирном, в Ленске? Мирный, Ленск, Мерингли, да. Вот эти команды, которые вы назвали, вот они есть. То есть, ну, там больше как бы пока в Республике, ну, нет возможности, да. И из всех вот этих городов, ну, наверное, не Рингли, и мы пока, ну, самые такие сильные школы. То есть, даже мирный не на таком, наверное, уровне. Пока, да? Да, пока. Но все со временем. Ну, давайте еще с мальчиками немного покорим. Мальчики, а что больше всего нравится в хоккее? Играть, надевать переды, голевые передачи. Забивать голы. Что мы дрожные, как одна семья. Ну, замечательные ребята. Одна семья, да. И будем надеяться, что будущее у якутского хоккея будет таким же светлым, как и эти замечательные парни. Ну, а мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся до следующей недели. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон.